Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Мы с вами до этого говорили о пяти суннах, сегодня продолжаем. Шестая сунна во время поста, уважаемые братья, является чтение Корана. Мы с вами уже в начале наших лекций говорили и упомянули аят, где Аллах говорит Месяц Рамадан – это месяц, когда был неспостан Коран. И так как в этот месяц был неспостан Коран, нам следует, мусульманам, этот месяц украшивать чтением священного Корана. Например, посланник Аллаха Мухаммад, наш любимый пророк, в одном достоверном хадисе, который передал Абдулла ибн Масуд, хадис приводится у сборника имама Тирмизи, посланник Аллаха сказал такие слова Итак, в переводе этот хадис имеет следующее значение. Пророк сказал Кто прочтет одну букву из священного Корана, одну букву, харф означает одна буква. Пророк говорит За одну прочтенную букву из священного Корана он получит одно вознаграждение И это вознаграждение увеличится десятикратно. Потом пророк говорит Я не скажу или я не говорю, что алифлям мим харф Здесь под словом алифлям мим имеются некоторые аяты, некоторые суры Корана начинаются с таких слов, как алифлям мим Например, вторая сура Корана Бакара начинается со слов алифлям мим Они как бы три буквы, но это так называемые хуруфы мукатта, это раздельно читаемые буквы, но это является целым аятом Значение его знает только Аллах. Вот и пророк говорит Я не скажу, что алифлям мим это одна буква Хотя она произносится легко, как будто мы произносим одну букву Но пророк говорит, я не скажу, что алифлям мим это одна буква Но алиф это отдельная буква, лям это отдельная буква, мим это отдельная буква И когда мы произносим алиф, лям, мим, мы получаем 3 вознаграждения, которые увеличиваются 10-кратно, в итоге получаем 30. И поэтому, например, если мы с вами прочтем суру Ихляс, которую все вы наверняка знаете, да, кульху Аллаху Ахад, там 47 букв. Если мы ее прочтем, то 47 букв в итоге умножаем на 10, получаем 470 вознаграждений только за то, что мы прочитали суру Ихляс, которая состоит из 47 арабских букв. А если мы с вами прочтем суру, например, Бакара, где 286 аятов, а сколько там букв, там тысячами их. А если мы с вами прочтем весь Коран, то какое огромное вознаграждение мы сами, уважаемые братья, получим. Поэтому этот хадис подталкивает нас на то, чтобы мы читали Коран. Даже если нам трудно, бывает, да, мы не все арабы, может быть, мы не все понимаем арабский язык, нам сложно читать. Но посланник Аллаха сказал, Пророк сказал, кто читает Коран, и он как бы специалист, он очень красиво, хорошо, правильно, с точки зрения правил чтения Корана, Таджвидя читает Коран, он будет с как бы благородными секретарями, то есть писарями, имеется с ангелами. Потом Пророк говорит, Пророк говорит, А кто будет читать Коран и будет ошибаться во время чтения Корана, и чтение Корана для него будет немного обременительным, тяжелым, но он все равно не оставит это, а будет продолжать читать, он получит два вознаграждения. Заметьте, не грех, а два вознаграждения за то, что он старался читать Коран. И поэтому вот опять у нас сейчас Рамадан очень такое благородное, благодатное время, чтобы мы с вами смогли лишний раз открыть Коран и читать хотя бы три суры, хотя бы три аята. А если мы с вами, например, будем, приложим силы, то в течение дня можно прочитать целый джуз, а к концу Рамадана можно прочитать весь Коран. Коран состоит из тридцати джузов, то в конце Рамадана за каждый день по одному джузу мы прочтем с вами целиком Коран. Поэтому нужно приложить к этому усилия, и иншаллах, Аллах, Субхану Ахуа Таля, сам поможет нам в этом очень благодатном, богоугодном деле чтения Корана. Седьмая сунна, уважаемые братья поста, это кормление постящихся людей. Посланник Аллаха, алейхи салям, в достоверном хадисе сказал такие слова. Этот хадис приводится в сборнике имама Тильмизи, и пророк сказал, кто накормит, то есть, ну, как говорится, сделает ифтар, как мы говорим, да, то есть, накормит постящихся людей, накроет стол, купит продукты или там приготовит еду и пригласит двух, трех, пять человек, своих знакомых, своих друзей, соседей мусульман, и накроет им стол, чтобы они в конце дня разговелись. Пророк говорит, он получит такое же вознаграждение, как постящиеся, то есть, как будто он сам постился, и при том, от вознаграждения постящихся ничего не убавится. То есть, здесь пророк говорит нам, какое большое вознаграждение Эджер Сава получит тот человек, который на свои деньги сам, приготовив еду, угостит своих близких друзей, близких знакомых, даже чужих людей, независимо, кто они, лишь бы они были мусульмане. Поэтому это очень большое, благодатное, очень хорошее дело, которое, опять-таки, в месяц Рамадан упускать его нежелательно, когда у нас есть возможность. Для этого, при том, не надо там, как многие думают, накрывать там шикарные столы и, как говорится, много делать растраты. Нет. Для этого просто обычное разговление, то же самое, те же самые финики и вода. Да, для этого достаточно, но это очень большое Эджер Сава получает человек за то, что помог людям разговиться. И вот в священный месяц Рамадан такую возможность нельзя упускать по возможности. Девятое сунна, уважаемые братья, это сунна совершения молитвы таровых и совершения ночных молитв, которые называются Кияму-Ляйри или Тачат-Тахаджуд. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал «Мен кана рамадана имана вахтисаба гуфираляху матаقدама миндзенбихи» Согласованный хадис, приводит в сборнике Бухари и Муслима, что в переводе означает, мы его уже не раз цитировали, этот хадис, Посланник Аллаха сказал «Кто проведет рамадан с верой в Аллаха, с верой в то, что пост является фардом, прямым повелением Аллаха и будет совершать помимо поста еще другие благие дела, А к благим делам относятся именно совершения тарових, ведь молитва тарових совершается только в месяц рамадан, другие месяцы он не совершается. Кияму-Ляйль, ночная молитва, тоже совершается как в месяц рамадан, так и в другие месяцы, в течение года. но таравик совершается только в месяц рамадан поэтому пророки говорит кто проведет рамадан то есть проведет рамадан рамадан должным образом совершая пост и плюс к этому совершая благие дела и во время рамадана есть и мы с вами посмотрим уважаемые братья мы принципе 24 часа в остальных в отличие от остальных остальных дней в отличие от остального времени мы находимся в поклонении аллаху целый день мы с вами постимся это поклонение после ифтара мы с вами начинаем готовиться к молитве таравик мы полночи читаем молитвы таравик мы находимся в поклонении потом мы совершаем ночную молитву мы находимся в поклонении потом мы совершаем сухур мы находимся в поклонении то есть принципе 24 часа мы находимся в поклонении совершаем поклонение всевышним аллаху поэтому это что очень большая, опять-таки, возможность нам приблизиться таким образом к Аллаху. Ведь, например, посланник Аллаха, алейхиссалям, в достоверном хадисе сказал такие слова. Ак рабу маякунул абду мин рабихи, ваху васэджидун фаэкфиру минэ дуаи. Раваху муслим достоверный хадис передает его Абу Хурайра. Посланник Аллаха сказал, самые близкие, когда раб на хоб, когда самое лучшее место, когда раб Аллаха становится ближе к Аллаху, это когда он совершает саджда, земной поклон. И в это время пророк говорит, как можно больше совершайте дуа, мольба. Поэтому во время таравиха приветствуется, во время саджда совершать дуа, также приветствуется во время ночной молитвы, прямо во время саджда земного поклона совершать дуа. Поэтому это очень большая нам, для нас с вами, возможность совершать дуа и совершать таравих, совершать как дома одному так и коллективно коллективно еще лучше когда мы своими совершаем мечети с нашими братьями сестрами этим эту молитву мы очищаемся мы становимся ближе к аллаху и аллах доволен нами потому что мы совершаем то что посланник аллаха нам завещал поэтому уважаем братья прошу аллаха чтобы аллах дал нам возможность эти молитвы совершать и 10 сумма пророка пророк алейки салям который нам необходимо блюсти это зикр поминание всевышнего аллаха любое время поминаем аллаха повторяя хорошие слова то есть вспоминаем аллаха теми словами которые посланник аллаха алейхиссарем говорил например посланник аллаха в одном хадисе говорит сада пальму саридан что в переводе означает как бы собой как ушли вперед мусарид означает как бы люди те которые как бы, ну, значение этого слова даже самим сподвижникам было непонятно, они сказали, я, Расуль Аллахи, вамал муфарридун, о посланник Аллаха, кто такие муфарриды, да? Посланник Аллаха говорит, азвакирун Аллаха кафиран вазвакирату. Слово муфарридун означает поминающие людей, поминающие Аллаха мусульмане и поминающие Аллаха мусульманки, при том поминающие много, восхваляющие Аллаха. Например, те люди, которые говорят, субханаллах, аль-хамду риллях. Например, в одном хадисе, как сказал его, хадис передает нам Абдулла ибн Аббас, он сказал, посланник Аллаха однажды сказал своим сподвижникам, «Кулю субханаллахи ва би хамдихи ми атамарратим». Скажите, субханаллахи ва би хамдихи сто раз. Достоверный хадис. В этом хадисе Абдулла ибн Аббас говорит, «Однажды посланник Аллаха сказал своим сподвижникам, говорите сто раз, аль-хамду риллях и субханаллахи ва би хамдихи. Если кто-то скажет его один раз, ему запишется десять. Если кто-то скажет эти слова десять раз, ему запишется сто. Если скажет кто-то их сто раз, ему запишется тысячи. Если кто-то скажет еще больше, Аллах увеличит еще больше. и Аллах простит тех, кто совершает покаяние. Поэтому вот этот месяц, опять-таки, нам нужно приучать свой язык к поминанию Аллаха, как сказал посланник Аллаха одному сподвижнику, который спросил его, что ему можно делать, чтобы заслужить благоволение Аллаха. Пророк сказал ему, Пусть твой язык никогда не высыхает, не засохнет, поминая Всевышнего Аллаха. Поэтому, уважаемые братья, опять-таки, этот месяц очень благословенный, этот месяц очень дорогой, очень изящный, очень красивый, очень такой богатый месяц на благие дела. И вот этот месяц нам нужно провести помимо поста еще и поминая Всевышнего Аллаха, целый день повторять хвалебные слова, Субхана Аллах, Аль-Хамду Лилля, Аллаху Акбар. И мы будем повторять эти слова и восхвалять Всевышнего Аллаха. За это Аллах, Субхана Хуатяля, даст нам огромные вознаграждения. Например, в одном хадисе посланник Аллаха сказал одному сподвижнику, что означает, что пророк сказал ему, что в переводе означает, нет мощи, нет величия, кроме как у Аллаха великого. Эти слова, как хадис пророк Олег сказал, являются кладом из кладезей рая. Поэтому эти слова очень велики для нас. И они несложные, повторить их. Поэтому я прошу Всевышнего Аллаха дать нам возможность этот священный месяц провести, поминая его с утра до ночи, чтобы постоянно мы поминали его, и наш язык не высыкал, поминая Всевышнего Аллаха, а также читая Коран, для чтения Корана само по себе поминание. И также по возможности разговлять наших постящихся братьев. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субхана Хуатяля, дать нам такую возможность и сделать нас из числа тех своих рабов, которые постоянно читают Коран, которые постоянно поминают Всевышнего Аллаха и тем самым заслуживают его благоволения и благословения. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا